Сотрудники госавтоинспекции проводят очередной рейд. Напоминают автолюбителям о правилах дорожного движения на железных конях. Под пристальным вниманием печально известный перекрёсток возле стадиона «Спартак». Именно здесь почти три недели назад под колёса автобуса угодил ребёнок на велосипеде. Первыми инспекторы останавливают двоих мальчиков. Они не допустили нарушений. На пешеходном переходе спешились и отлично знают ПДД. Если вы велосипедист, то на пешеходном переходе нужно спешиваться. На тротуаре специально отведённые дорожки для велосипедистов. Следующими в поле зрения сотрудников ГАИ попадает компания молодёжи. У ребят выявили много нарушений по оснащению велосипедов. Не хватало цветовозвращающих элементов. Впереди находиться должен катафот белого цвета, сзади – красного цвета. По бокам оборудованы тоже катафотами. Звуковые сигналы. Рука я вижу, вот там у участника сломался. Катафоты должны быть. Но они отломались, потому что падало много на велосипедах. Ребятам рекомендовали полностью оборудовать двухколёсный транспорт и провели небольшой опрос по правилам дорожного движения. Нельзя приезжать на красный свет. Бесехозный переход, стрелять по сторонам. Сейчас велик может слазить, когда переходишь за рогу. Желательно будет. Женщина соблюдала правила движения. Когда пересекала зебру, спешилась и везла велосипед в руках. Но вот полной комплектации не хватило. Посоветовали прикрепить дополнительные катафоты, звоночек и зеркала. Инспектор провёл ликбез. Велосипед надо оборудовать зеркалом. Знаете об этом? Не знала. Не знаете? Нет. Ещё его надо оборудовать звуковым сигналом каким-то. Я так понимаю, у вас в таком состоянии находится, что он, наверное, неисправен или работает? Нет, неисправен. Спереди должен находиться катафот белого цвета. Про зеркало, честно говоря, не знала. Ну, про катафоты, да, знала. Потому что недавно его, ну, как-то он пропал, в общем, в подъезде. Звонок, я не знаю, отвалился тоже. Он где-то в дороге утерялся. Ну, то есть, как бы, про это вроде знала, вроде надо, но, как всегда, некогда. Акцию госавтоинспекция проводила совместно со страховой компанией «Белгострах». Представители рассказывали велолюбителям о самом популярном в летний сезон вид страхования. Безопасность велосипедистов, которые на данный момент пользуются у нас хорошим спросом. Страхователь страхует, помимо себя, получается, своего велосипеда. Также он застрахован от несчастного случая и также гражданской ответственности, если вдруг причинят вред своим, ну, как бы, действиями другим пешеходам либо автомобилям. За полгода в Бобруйске произошло два ДТП с участием велосипедистов, где пострадали люди. Выявили 93-х велосипедистов, которые нарушили правила дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные происшествия происходят по той причине, когда велосипедист начинает пересекать проезжую часть дороги, он не спешивается с велосипеда. Водитель, соответственно, не успевает его заметить и происходит столкновение. Есть несколько самых частых ошибок, которые допускают велолюбители при пересечении проезжей части. Чтобы все сделать правильно, нужно спешиться, катить транспорт в руках, переходить только по зебре и на зеленый свет светофора. Выезжая на дорогу, не стоит забывать и об экипировке. Нужно надеть шлем, перчатки, налокотники и наколенники. Анастасия Похлёстова, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.